Короче, прямо сейчас я расскажу вам про новую фичу Яндекс.Браузера, которая убирает всю воду из текста и делает его. Короче, открываем статью в браузере, находим волшебную кнопку «Пересказать кратко». Она вот тут в строке. Нейросеть Яндекс.Джипетит делает краткую выжимку всего этого огромного текста, выделяя самое главное. Например, если вам нужно прочитать много статей по учебе или работе, а времени совсем нет. Короче, го-тест. Как на компе, так и на мобиле. С вами был Слава. До встречи. Таким мы еще с вами точно не занимались. Всем привет, ребят! С вами снова я, Энтониел, это очередное видео на моем канале. И да, что у нас сегодня? Правильно, очередное потрясающее видео, по названию которого вы наверняка догадались, о чем мы с вами будем говорить. А возможно и нет. Это, кстати, потому что по названию этого видео, которое я только придумаю, когда, собственно, видео буду монтировать, еще, возможно, даже ничего и не понятно. Однако, сегодня я решил разнообразить контент, устроить эксперимент и, конечно же, окунуться... Ну и так прекрасно. Знаете, во что мы обычно окунаемся на этом канале? Поэтому давайте, без лишних слов, с вашего позволения, скорее начнем. Знаете, ребят, я довольно часто замечаю, что многие герои моих книжных обзоров не слышали о таком слове, как сепарация. Большинство из них зависит от родительского одобрения и не знает, как жить своим умом. В таких случаях я бы посоветовал им работать с психологом и развивать свой эмоциональный интеллект. И не только для поддержания своего ментального здоровья, но еще, чтобы отстаивать психологическую независимость и укреплять отношения с родителями. И поскольку у нас здесь с вами теплая и уютная дружеская комьюнити, я хочу поделиться одним из сервисов для саморазвития, где собрано огромное количество материалов в формате коротких роликов, которые могут заменить годы в университете, сотни прочитанных книг и вечный поиск ответов на самые волнующие вопросы. Речь идет о платформе правого полушария интроверта, где я также нашел целую серию саммари о поэтапной и комфортной сепарации от родителей. В каждом видео подробно рассматриваются конкретные вопросы, начиная от привязанности ее источников, заканчивая стилями родительского воспитания. Я увлекся и спустя время действительно понял, что по-настоящему слышу себя, а также правильно определяю корень своих желаний и даже замечаю моменты, где вместо меня говорят мои родители. И поскольку я довольно часто ставлю что-то на фон, пока занимаюсь своими делами, то этот замечательный ролик монтировал параллельно слушая саммари. Так это отражается на наших уже взрослых межличностных отношениях. На самом деле оказалось довольно-таки легко вставить такое полезное занятие в свой загруженный график без какого-либо напряжения. Эксперты-интроверты потратили много лет на получение образования, прочитали тонны книг и теперь делятся уже готовыми знаниями, чтобы вам не пришлось проделывать такой же длинный путь и набивать шишки. Вы буквально получаете готовое экспертное мнение за 20 минут видео. Также ролики можно заранее скачать и слушать их без интернета, что очень удобно, особенно если вы находитесь в поездке или на отдыхе. Один из главных плюсов интроверта – это цена за подписку. Огромный объем полезной информации всего за 299 рублей в месяц. А по моему промокоду Энтони вы получите бесплатный доступ ко всем материалам на целый месяц. Переходите по ссылке в описании внизу, оформляйте подписку с моим промокодом и смотрите более 500 summary бесплатно. Оформите подписку уже сегодня, чтобы поблагодарить себя за новые и полезные знания уже через неделю. Ну а если вы готовы, то давайте продолжим это видео. Итак, собственно, мои потрясающие любители хороших обзоров на плохие книги. Мы с вами здесь собрались, потому что я решил провести небольшой эксперимент с форматом и, конечно же, порадовать вас заодно, потому что хочется что-то этакое придумать. И вот, наконец-таки, идея до меня дошла, потому что я подсмотрел у других блогеров как раз-таки ее и понял, что я тоже хочу такое сделать. А что же это такое на самом-то деле? Я за последние 10 лет, кстати, да, каналу исполняется в этом году целых 10 лет, представляете? За все это... Давай пошумим еще. Отлично. Круши, шуми! За это время я успел снять огромное количество всевозможных видео и хорошие обзоры на плохие книги, и хорошие обзоры на хорошие книги. Но в этом видео я решил взять свои самые популярные обзоры, которые запомнились и вам, и множеству других людей, по разным причинам, конечно же, и вытащить оттуда книги, которые я, собственно, обозревал, и расставить их в определенном порядке по списку. И что это за список, вы, конечно же, увидите на экране, когда мы перейдем к расставлению. И на самом деле, мне кажется, это очень интересная идея, потому что, возможно, какие-то книги я осудил чрезмерно строго, какие-то книги надо было еще больше осудить, а какие-то книги просто оказались не такими уж и кринжовыми спустя промежуток времени. И, естественно, что мы с вами, надеюсь, узнаем много нового, окунемся в воспоминания и посмотрим, что же самое популярное как раз-таки на канале за целых 10 лет. Поэтому давайте расставлять книги. Опа! Смена формата! Неожиданно, да? Так вот, у нас с вами есть террорист, который разделен на разные категории, куда мы будем, собственно, расставлять книги из обзоров, которые я когда-либо делал. И на самом-то деле, категории у нас довольно интересные. Начнем мы с «Это было хорошо», «Дальше идет нормально», «После этого очень тупо», «Но смешно», «Ужасно тупо», «Плохо», «Но можно было исправить» «Просто плохо», «Отвратно», «Позорище». И финальная категория «Полярный». Да, у него есть своя, собственно, отдельная категория, потому что он этого заслуживает. Все, я не буду больше никак это комментировать. Я как раз читаю его новую книгу сейчас. И знаете, каждый раз, когда я открываю очередную книгу от «Полярного», я уже думаю, что он не может меня никак удивить. А потом раз и удивляет очень сильно. А вот каким образом вы можете узнать, подписавшись на мой телеграм-канал, куда я как раз-таки скидываю некоторые отрывки из его очередного произведения, чтобы понять всю ту боль, которую я ощущаю при прочтении. Ну, а мы давайте перейдем к расставлению как раз-таки наших книг. Первая на очереди книга — это бестселлер «Элли Фрей» под названием «Мой лучший враг». И эту книгу я обозревал, по-моему, года два назад, насколько я помню. У нее даже есть продолжение. И продолжение я, если честно, еще не читал. Оно есть у меня на книжной полке. Буду ли я делать на него обзор, если честно, не знаю. Потому что каждый раз появляется такое количество книг новых, которые я хочу прочитать, сделать обзор и сжечь. Но вот что-то до некоторых книг не доходит руки. Потому что обычно, когда делаешь обзоры на целые серии или, например, диалоги и так далее и тому подобное, очень сложно бывает вернуться после первой книги к последующим, потому что иногда либо времени не хватает, либо становится неинтересно, либо приходится как-то вспоминать события, а ты уже ничего не помнишь, открываешь книгу, а там ничего для тебя интересного, и ты такой, ладно, окей. Но книга «Мой лучший враг» на самом-то деле, прям по своим каким-то впечатлениям, вроде бы для меня казалась плохой. Давайте поставим ее в ранг плохих книг, потому что все-таки я был от нее не в восторге. Там было много романтизации, абьюза. Плюс мне не очень нравится описание каких-то странных пыток между подростками, поэтому пусть эта книга будет в категории «плохо». На самом-то деле, потому что, ну, впереди еще столько книг, от которых вы будете не в восторге, и «Мой лучший враг» не самая даже худшая из них. Поэтому пока начнем вот так. Следом у нас идет, конечно же, кто? Легендарная «Мятная сказка». И «Мятную сказку» мы давайте поместим, конечно же, в категорию «Полярный», потому что, ну, раз уж завели отдельную категорию, то нужно ей воспользоваться. И, если честно, «Мятная сказка», я всегда буду благодарить «Полярного» за то, что он вообще выпустил это, написал, буквально создал мою карьеру, поднял меня с колен и ворвал как раз-таки в книжный блогинг обратно, потому что про «Ворвал» так прозвучало, конечно, странно. Я использую слова так же у Бога, как «Полярный» в своих книгах, честное слово. Просто каждый раз, когда я начинаю о нем говорить, у меня мозг отключается от невероятной любви. Но, если честно, «Мятная сказка» — это действительно та книга, с которой моя популярность взлетела в небеса, потому что это был первый обзор на канале, и вообще первое видео на канале, которое преодолело порог в миллион просмотров. Сейчас, конечно же, «Мятная сказка» — не самое популярное видео, его давно уже перегнала и Лия Стефи, и Котядушкина, и многие другие. Но это то, с чем я до сих пор ассоциируюсь у многих, и это всегда приятно, потому что нужно благодарить то, что делает тебя известнее. Особенно, когда ты блогер, потому что, ну, от этого не уйти. Это, знаете, даже Роберт Паттинсон старается не отрицать того, что Сумерки дали ему платформу и популярность. Вот. Главное, что ты уже сделаешь со всем этим. То, что я делаю со всеми книгами «Полярного» — ух! Каждый год одно и то же я говорю, я не буду больше снимать обзоры на его книги. Так же он выпускает книгу, так же я покупаю, читаю, снимаю обзор. Следующая книга в нашем списке — это «Сила киски». Если вы не помните, что это за книга, я обозревал даже несколько книг этого автора, которая сама провозгласила себя экспертом по отношениям, и рассказывала женщинам, как нужно привлекать мужчин, как быть действительно той самой женщиной, и правильно использовать силу киски, которую нужно натирать ананасом. Легендарный совет. И у нас, насколько я помню, были еще обзоры на новую «Силу киски» и другую книгу про кошек и так далее и тому подобное. Но вот «Сила киски» — это прям отвратно. Я бы сказал, что это отвратно, потому что книга женщинам особо не помогает, она странная, и мне она, если честно, не особо нравится. По одной простой причине, что я считаю, что не нужно быть посудомойкой и натирать свою киску каким-либо фруктом, чтобы быть женщиной. Мне кажется, это довольно очевидный факт. Следом у нас идет легендарная книга. Легендарнейшая просто. Это «Календарная девушка». Если вы не смотрели мои обзоры на «Календарную девушку», ну, так как они уже действительно довольно староватые, я советую их посмотреть. Они кринжовые. Так, книги просто гениальные в своей тупости. Вот это невозможно. Они рассказывают про девушку, которая должна выплатить долг своего отца, и поэтому ее тетя устраивает ее в собственное эскорт-агентство. И каждый месяц у нее меняется клиент, который платит ей огромные бабки. Вся книга. Их четыре. Я считаю, что это мои лучшие обзоры, на самом деле. Возможно, у меня есть какое-то такое ностальгическое ощущение по поводу «Календарной девушки», но это было очень тупо, но смешно. Я ржал. Азиатские пираты до сих пор в наших сердцах. На очереди у нас история Дрим и ее книга «Притворись бабочкой». Дебютная как раз-таки ее работа. У нее уже вышла следующая книга. И, насколько я помню, «Притворись бабочкой», где главную героиню отправляют в лагерь, она там знакомится с мальчиком, там происходят какие-то интересные замуты по поводу первой подростковой любви, ее собственных комплексов и так далее и тому подобное. Книга была не настолько плоха, как мне кажется, скорее всего, по воспоминаниям. И ее можно было сделать лучше. Это вот прям то, что я помню, потому что я четко знаю, что я говорил, что среди вот как раз-таки троицы Ли и Стефи, Ален Дуэль и Тори и Дрим, Тори и Дрим единственное, кто умеет, по крайней мере, писать. Вот чего не хватает, так это навыка и как раз-таки корректуры. Боже мой, кто мне там пишет? Да, никто мне не пишет. Кому я нужна? Помню, что в этой книге были какие-то очень странные словесные обороты, которые мне лично до сих пор непонятны. Но, знаете, давайте оставим в категории «плохо», но можно было исправить. Книга действительно в целом для подросткового возраста. Мне кажется, она многим зайдет. Мне уже в силу того, что я дед, она, конечно же, не понравилась. Я считаю, что если ты пишешь для подростков, то не обязательно, что ты пишешь тупую какую-то хрень. О, следующая книга — это нечто. Если кто-то вдруг из вас не помнит, я вам не советую даже смотреть этот обзор, потому что я там буквально истекаю ядом из всех щелей. Это книга «Князя процента 69 плюс минус 1». И это отвратительно. Это настолько сильно унижает женщин, что даже невозможно читать. Я помню, что когда я только открыл как раз-таки эту книгу, меня прям сразу потянуло либо выбросить ее, либо сжечь, либо просто пойти в туалет и, не знаю, смуть в унитаз. Книга действительно отвратительная, и это невозможно. Потому что столько мизогинии в одном тексте — это что-то невероятное. Из-за ряда вон выходящие, я бы даже сказал. И к моему собственному удивлению, почему-то сейчас очень многие блогеры рекламируют книги «Князя процента». Я не понимаю, почему. Потому что это очень плохо. Но оставим это в категории отвратно. О, а эту книгу я помню. Называется она «Его банан». Какая была замечательная серия. Ее вишенка, его бананы и многие другие книги, которые, к сожалению, у нас не вышли из-за того, что серия не пользовалась популярностью среди читателей. Поэтому вышло только две книги. А впереди были «Его подарочек», «Ее кустик» и так далее и тому подобное. Хотелось бы, конечно, все это почитать, но, увы и ах. Однако, его банан очень тупая, но дико смешная книга была, насколько я помню. И на обложке видео, как раз-таки к этому обзору, я обнаженный и с бананом в руке. Поэтому я считаю, только ради этого можно глянуть как раз-таки этот обзор. Следом у нас идет «Юппи». Это совместная работа мистера Сопкина и Александра Полярного. Там что только не было. И какие-то нацистские ежики, блядь, были, которые восславляли Гитлера и что-то еще. Поэтому, да, это категория Полярный однозначно. Там ее и оставим. Мало что могу сказать по этому... Все. Я говорю, как только я начинаю говорить про Полярного, мозг сразу... Оуу, гениальный роман. 365 дней. И самое печальное, это то, что как раз-таки автор этой книги, Бланка Липинска, не продавала права на следующее издание. Поэтому, к сожалению, у нас нет ни второй, ни третьей части в России. Однако, есть обзор и на все фильмы на канале, и на первую книгу. И книга, конечно, да, она такая была прям... Ох уж, эта романтизация мафии. Какие-то непонятные галлюцинации, которые ловил главный герой. И ужасно наивная главная героиня, которая просто совсем соглашалась. Такая, ну, раз уж ты меня похитил, то как бы окей. Проведу с тобой 365 дней. И давайте оставим, наверное, эту книгу в категории плохо. Потому что исправить ее было невозможно никаким образом, это очевидно. И в целом, я не могу сказать, что она была прям отвратная. Все-таки отвратная, это прям какой-то должен быть уровень похлеще, а это просто, ну, бульварщина обычная, которую завирусили в интернете. Поэтому давайте категория плохо. Пусть там и остается. Я все время забываю, что у Полярного огромное количество книг. Потому что он выпускает их каждый год. Вот, и на очереди у нас снежная сказка. Сюжет, который я абсолютно не помню, если честно. Да я вообще сюжеты книг Полярного не помню. Не единый. Я только сейчас это осознал. Давайте так, задам вопрос. Вы помните хоть какой-то сюжет любой книги Полярного? Я тоже нет. Вообще не единый. И это многое говорит на самом-то деле. Снежная сказка в категории Полярный. Пусть там и остается, как говорится, в своей собственной категории. У него свой отдельный ряд. Мало, что я могу сказать по поводу этой книги на самом-то деле. Потому что... Я действительно ничего по поводу нее не помню. О чем она была-то? Это не у меня проблемы с памятью. Нет, это, конечно, возможно. Но... Да не, не может такого быть. Я просто не помню сюжет этой книги. Собственно, поэтому она в категории Полярный. Ой, книга Инстасамки. Это категория позорища. Потому что мы все прекрасно знаем, как пару лет назад выпускались буквально друг за другом книги блогеров. Которые они сами не писали. Причем Инстасамка даже призналась и рассказала, как писали ее книгу за нее. Она пришла, записала интервью. Это кто-то переписал какой-нибудь несчастный литературный раб, которому пришлось разбирать то, что сказала Инстасамка. И, собственно, это выпустили под видом книги Инстасамки, которую она якобы должна была написать сама. Это позорище. Я такой терпеть не могу. Все эти книги блогеров, если честно, вот они были абсолютно одинаковые. Я, конечно, практически на каждую из них снял обзор. Потому что там еще несколько вышло после того, как я уже закончил со всем этим делом. Но то, что они все были абсолютно идентичны друг к другу, это позор. Доверие Пенелопы Дуглас. Этот обзор вышел совсем недавно. И действительно, знаете, повлиял на мою жизнь. Очень сильно. Мне кажется, к концу года у этого обзора будет миллион просмотров, если честно. Потому что стремительно мы движемся к этой цели. У меня уже готовится обзор на другую книгу Пенелопы Дуглас. Называется она именинница. Там примерно такое же все. И вот не знаю. Это вот либо категория тупо, но очень смешно. Либо ужасно тупо. Либо категория плохо. Либо категория отвратно. Слишком много категорий. Под которые подходит книга Пенелопы Дуглас. Сюжет на самом деле очень странный. Потому что главная героиня, которой 17 лет. У нее погибают родители. И ее отправляют к сводному дяде. У которого два сына. И сначала дядя ее лишает. Невинности. Потом эти два сына. Вместе по очереди. Потом снова дядя. Потом еще кто-то. Потом много чего происходит. Да. Поэтому пока как-то не могу понять, куда это все скинуть. Давайте, наверное... Очень тупо, но смешно. Мы же смеялись. До нервной истерики. Смеялись. Поэтому давайте очень тупо, но смешно. Следующая книга это Волки Эль Реми. Насколько я помню, это про банду бандитов. Которые связываются с балериной. Которая участвует в ограблениях. И, насколько я знаю, продолжение этой книги так и не вышло. Потому что книга не продалась хорошо. Как говорится, мои обзоры иногда и не помогают книгам. Поэтому давайте просто... Будет категория, наверное... Плохо. Хотя на самом деле, вот надо было сделать еще одну категорию. Я не запомнил ничего. Большинство книг бы там оказалось. Потому что... Как будто бы... Это можно было сделать лучше. Нет, давайте пусть будет в категории плохо, но можно было исправить. Там все-таки много моментов было списано из фильмов, из сериалов и из других книг. Такой легенький совсем. Так скажем. Сейчас я, блядь, скажу что-нибудь, у меня опять в суд подадут. Но так как в голове у меня каких-то остаточных впечатлений по поводу этой книги практически нет. Но вроде бы... Она была плоха. Но можно было какие-то, наверное, элементы в ней исправить. Давайте оставим ее в категории плохо, но можно было исправить. Потому что иногда нужно давать каким-то книгам шанс. Ой, дальше у нас Лена Блиновская и ее книжный проект. Это сразу категория позорища. Однозначно я даже обсуждать не буду. Вы можете глянуть обзор, где я врывала буквально страница из книги Лены Блиновской. Мы все прекрасно знаем, где она сейчас оказалась. Поэтому, видимо, не нажелала достаточно. У вселенной не просила слишком уж упорно. Поэтому я осталась под домашним арестом. Но вот этот ее книжный проект, это что-то с чем-то. Абсолютно бездарнейшая вещь, которую, знаете, создали за нее подписчики. Потому что в этой книге были истории как раз-таки о том, как курсы Лены Блиновской помогли людям чуть ли не от рака вылечиться. И я такой... Боже, какая же хуета. А вот это неожиданно дальше у нас с вами книга, которую я действительно могу назвать хорошей. И это книга «Дом, в котором Мариам Петросян». У меня также есть обзор. Это действительно была отличная работа. Которая мне в подростковые годы, не могу сказать, что когда я начинал ее читать, зашла. Но потом уже в более взрослом возрасте я осознал как раз-таки все прелести этой книги. Пускай для меня там были какие-то недочеты. Но они были максимально, как мне кажется, не мешающие тому, чтобы насладиться книгой по полной программе. Это действительно очень классный роман. Он очень много в себе несет. И то, как там описан мир и персонажи, их взаимодействие, мне кажется, такого нигде вот точно вы не найдете. Потому что все-таки над книгой работали очень долго. И это сразу видно. Потому что, ух, действительно прекрасный роман. Поэтому всем советую его прочитать. Да еб твою мать, опять полярный. Что ж ты будешь делать? Никак не может он от меня отстать. Ну или скорее я не могу от него. Как же я все это обожаю. Смотришь на все эти видео через года и осознаешь, насколько же все это потрясающе. Такой вклад я после себя оставляю на самом деле. Тлеющие ветви леса Блум. Та самая легендарная книга, на которую Александр Полярный собирал деньги. Собственно, книга, за которой на меня подали в суд. И бог с ней, как говорится. Счастья, здоровья. Насколько я помню, книга странная. Потому что там сюжет был опять про какую-то брошенку. У Полярного все герои, либо из приюта, либо брошенки. И, по-моему, кто-то опять умер. В целом все. Собственно, любую книгу Полярного так можно и описать. Сиротка, кто-то умер. Скажите, что это не так. Поэтому у меня больше нет никаких вопросов. Следующий роман это «Гипотеза любви» Али Хейзл. Вот очень приятная книга, которая рассказывает как раз-таки про комфортные, здоровые отношения двух главных героев, которые работают в сфере науки и пытаются наладить контакт между собой. Плюс там еще такие фальшивые отношения на публику и все так далее и тому подобное. Очень такой забавный романчик, я бы даже сказал. Вполне неплохой. Я не могу сказать, что это было прям прекрасно отлично, но это была нормальная книга. В целом, если вы любите подобные как раз-таки романы, можете почитать. Потому что я знаю, что у Али Хейзл совсем скоро выходит в России новая книга «Шах и мат» про шахматистов. Это мне тоже будет очень интересно почитать. Но если вы ищете здоровых, комфортных отношений, где главные герои друг другу сопереживают, чувствуют, плюс с легким налетом 18+, гипотеза любви ваш вариант однозначно. «Река моих, к сожалению, Медийный Мирай». По-моему, это что-то гейское. Насколько я помню. Ну, такое, псевдогейское. У Медийный Мирай все такое, псевдогейское. Вроде бы эта книга, насколько я помню, была вдохновлена историей Ривера Феникса и Джонни Деппа. Вот что-то в этом духе. Потому что я прям в обзоре по этому поводу очень сильно угорал. Но книга плохая. Она прям ужасно написана. И сюжет там тоже крайне странный. Романтизация всего, чего только можно. И, естественно, что это у нас полетит в категорию «плохо». «Красный, белый, королевский, синий». Книга, которая рассказывает про инсюмные отношения между сыном американского президента и наследным принцем британского престола. И, насколько я помню, книга мне показалась достаточно глупой. Потому что очень много странных моментов было связано как раз-таки с тем, как главные герои скрывали свои отношения. Плюс очень нелогичный мне показался финальный как раз-таки сюжетный твист, который там присутствовал. Знаете, давайте занесем эту книгу в ужасно тупо. Потому что в целом мне действительно показалось, что книга туповатая была. Перевод еще кривой, косой. Но это было не прям плохо. Вот если сравнивать с книгами из категории «плохо», это было ужасно тупо. Неожиданно в это видео ворвалось ли это в пионерском галстуке. Насколько я помню, эту книгу я и хвалил, и ругал за какие-то моменты. Но у меня до сих пор от нее очень приятные впечатления остались. Поэтому я поставлю «это было хорошо», потому что книга действительно хорошо написана. А вот продолжение «Лето в пионерском галстуке. О чем молчит ласточка» мне не понравилось. Мне показалось, что это была очень перегруженная и слишком муторная книга, которая в итоге никуда не привела. Там, конечно, были какие-то свои хорошие моменты, но мне вот она не понравилась. Хотя я считаю, что ее можно занести в категорию «плохо», но можно было исправить. Потому что все-таки, когда ты выпускаешь одну очень популярную книгу, которая большинству нравится, то, что ты выпустишь следом, зачастую бывает не особо хорошим. Потому что ты пытаешься угодить всем, и в итоге это не нравится никому. Книга Вали «Карнавал. Здорово, бандиты». Мы все прекрасно знаем, куда это летит. Это летит в категорию «позорище», потому что это не писала Валя «Карнавал», которая просто карнавалит там где-то. К счастью и здоровье ей, но книгу она сама не писала, поэтому, как говорится, летит в позор. Ох, как хорошо сразу на душе стало, когда в кадре появились «Сумерки». И естественно, что по моим личным восприятиям я поставлю эту книгу. Это было хорошо, потому что, ну... Ну, простите, чё, а чё мне? Куда её поставить, по-вашему? Но, если именно воспринимать книгу, как видит её большинство, и как я в целом её вижу, это действительно нормально. Для своего времени это была отличная книга. Сейчас, конечно, она у большинства будет вызывать на самом деле кринж, плюс у неё репутация не самых лучших, но, как мне кажется, как подростковый роман про любовь, эта книга действительно нормальна. Наш совсем недавний обзор на Мару и Морока. И, хм, это странно, потому что эту книгу как будто бы хочется поместить сразу в категорию «Плохо», но столько всего в Маре и Мороке можно было бы исправить на самом-то деле. Потому что, если добавить в книгу Мару и Морок побольше мифологии, развить мир, дать персонажам каких-то действий, да, опять же, которые будут показывать их и раскрывать с разных сторон, и, возможно, разбавить книгу чуть большим количеством флэшбэков, которые нам также представляют персонажи, которые были в этой книге, то было бы гораздо лучше. Не могу сказать, что было бы отлично, но было бы хотя бы нормально. Поэтому я думаю, что Мара и Морок у нас полетит в категорию «Плохо», но можно было бы исправить, я считаю. Потому что, возможно, в следующих частях Лия Арден уже получше написала что-то, потому что первая книга действительно очень мне не зашла. Но посмотрим. Возможно, ошибки были исправлены. На очереди у нас с вами благословение небожителей, и это тоже хорошо. Мне очень понравилась первая книга. Я прочитал первые три тома. Насколько я знаю, что у нас выйдут все тома. И я вот единственное, о чем пожалел, это то, что сделал обзор на первый том. Потому что все-таки это та история, ну, как мне лично показалось, когда я уже прочитал и первый, и второй, и третий тома, что нужно прочитать все разом, и после этого уже как-то обсуждать. Потому что то, что, например, чуть-чуть пронеслось в первой книге, в третьей оказывается глобальным сюжетным поворотом. И таких моментов в благословении было очень много. И, естественно, что это одна большая цельная история, которая просто разделена на какие-то отдельные книги, чтобы их можно было продавать. Ну, естественно, вряд ли кто-то будет покупать книгу вот такого размера. И тут уж ничего не поделаешь, на самом-то деле. Но «Благословение небожителей» действительно отличная книга, с очень приятными отношениями, действительно продуманная мифология. Это вот то, чего не хватало как раз-таки в Марии Мороке. Все это есть в «Благословении небожителей». Книга Моны Кастен «Спаси меня». На самом-то деле я даже не знаю, что по ее поводу сказать, потому что она была очень скучная. И я даже не стал снимать обзоры на вторую и третью части, хотя думал над этим и смотрел на вашу реакцию, но как-то что-то не пошло, потому что книга действительно очень-очень... Как бы так правильно выразиться, чтобы никого не оскорбить? Книга проходная. И здесь ее в какую-то категорию не поставишь. Скорее просто можно поставить в «Ужасно тупо». Пусть будет так. Пусть категория ужасно тупо, это будет категория еще и скучная. Потому что книга действительно была скучная. Следующий роман этого Ромео был «Пистолет» авторства Дианы Лилит. Шедевр из «Ватпада». Я сразу кидаю это в категорию «Плохо» или «Позорище». Плохо или «Позорище»? Нет, «Плохо». Пусть будет «Плохо». Категория «Позорище» предназначена для блогеров. «Плохо», да. Книга... Она плохая. Прямо очень сильно. Поэтому... Сложно что-то сказать про ту книгу, которую я... Изговнякал. Но она этого заслуживала. Книга действительно была очень странная. Причем я даже помню, что у нас там не сходились какие-то... Сюжетные моменты. То есть логика прям вообще улетала нахрен. Следом у нас идет «Серпентес. Ален Дуэль». И это ужасно глупая книга. И по поведению персонажей. И по тому, как раскрывался сюжет. И финальный плот-твист. Тоже из разряда полного идиотизма. Книга глупая. Мне не понравилась. Плюс очень странная как раз-таки... Пародия на фанфик по... Категории «Слизерин»-Дромиона. Мне особо не нравится. Поэтому пусть будет в категории «Ужасно тупо». О, те прекрасные времена, когда я снимал обзоры на книги «Медийный Мирай». Не правда ли? Синтони мы затесались у нас как раз-таки в это видео. И эта категория плохо. Мне не понравился ни мир в этих книгах, ни персонажей, ни сюжет. Ничего. И, насколько я помню, «Медийный Мирай» даже обменяли в том, что она скопировала сюжет из аниме «Моя геройская академия». Вот там что-то было похожее на это. И... Не помню, то ли я на всей части делал, то ли на первые несколько. Потому что даже как ты сюжет оттуда не вытянешь. Просто происходило огромное количество рандомных событий. Вот все. И снова Эли Реми и ее Доберман. Тоже легендарный обзор. И, насколько я знаю, сейчас Эли Реми работает как раз-таки автором в Клубе Романтики и пишет истории. Надеюсь, у нее все отлично. Книга Доберман. Категорию «Отвратно», как мне кажется, пойдет. Потому что она мне абсолютно не понравилась за количество абьюзов, которые происходили просто на каком-то рандоме. И вот это вот... Не люблю такое. Опять же таки. Считаю, что это... Самое скучное, о чем можно писать. Потому что вот эти отношения в стиле... Я не милая овечка. А я такой грозный альфа. Я буду тебя абьюзить, а потом мы влюбимся друг в друга. Хватит. Не надо. А вот это уже интересно. Лисья Нора Норы Сакавич. И я, наверное, здесь буду иметь в виду целую трилогию. Потому что, опять же таки, у меня есть обзор один большой. На все три книги. И здесь я нахожусь между категориями «Это было хорошо и нормально». Потому что, опять же, книги мне понравились в каком-то смысле. Я, конечно, их поругал в каких-то моментах. Но если так подумать, много чего у меня оттуда запомнилось. Плюс там действительно отлично прописаны персонажи. Чего-то мне тогда не хватило в этих книгах. Но в целом, знаете, пусть будет это было хорошо. По каким-то ассоциациям сейчас мне эти книги понравились. Поэтому пусть будет это было хорошо. А вот и оно. Умеешь думать? Подумай. Хрупкое равновесие. Знаете, это было... Это было хорошо. Это было отлично. Я бы даже сказал, что это было восхитительно. И поставлю я, пожалуй, хрупкое равновесие в категорию, наверное, ужасно тупо. Потому что книга действительно была глупенькая. Прям с множеством действительно неоправданно идиотских моментов. Хотя третья часть довольно неплохо начиналась. На самом деле. Я даже в обзоре, по-моему, это говорил. Ага, книга Кати Адушкиной. Не моя жизнь. Летит сразу в категорию позорище, потому что это действительно очень плохо. Влажные фантазии Кати Адушкиной на бумаге. Это все, что я могу сказать. А вот и она, королева просмотров на моем канале Лиа Стефи. Книга Терлис. И я занесу ее в категорию плохо. Там нельзя было ничего исправить, на самом-то деле, как будто бы. Поэтому пусть висит в категории плохо. Хотя надо было сделать категорию ужасно, как мне кажется. Специально для Лиа Стефи ее книг. И еще одна книга Лиа Стефи называется Мутный. Мутный это было отвратно. Мне там вообще ничего не понравилось. Эти не японские японцы. Какое-то непонятное тоже романтизирование странных отношений. Помню, даже Инцесс там был. Поэтому в категорию отвратно Мутный пойдет. Мне эта книга абсолютно не понравилась. И финальная книга в этом видео. И самый популярный обзор на канале. Это, конечно же, что? Правильно, Орлеан. И он полетит на самом-то деле, как будто бы. Либо в категорию плохо, либо ужасно тупо. Хотя, если честно, хочется даже сказать плохо. Но можно было исправить. Потом я вспоминаю, что можно было исправить. И понимаю, что ничего. Поэтому, хм. Давайте, наверное, ужасно тупо. Мне кажется, что оно вот прям там. Хотя, может, просто плохо. Или отвратно. Я вот не знаю. Или позорище. Пусть будет категория ужасно тупо. Потому что книга действительно была очень глупая. И вот таким вот образом мы раскидали с вами огромное количество книг. Которые как раз таки были в обзорах за последние несколько лет. И я считаю, что список действительно заслуживает уважения, аплодисментов. И, конечно же, вы можете каждое это видео посмотреть на канале. И насладиться им. Если не в первый раз, то уже, надеюсь, в миллионный. Потому что я знаю, что вы любите пересматривать некоторые видео на канале. Я тоже иногда таким занимаюсь. Особенно, когда у меня плохое настроение. И хочется поржать над своими собственными шутками. И я надеюсь, что вам понравилось это видео. Потому что это такой своеобразный экспериментик для меня. И знаете что? Мне кажется, что список действительно неплохой. Я смотрю на это все и думаю. Боже мой, сколько говна я прочитал. Как я еще жив! И да, ребята, сегодня у меня все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И если да, то я очень этому рад. Спасибо, что все еще меня смотрит. Я вас очень сильно люблю. И хочу, чтобы вы узнали каждый мотиводень. Не забывайте ставить свои комментарии. Потому что что? Правильно. Комментарий лучше лайка. Ну и лайк тоже можно поставить. А еще ваше мнение должно быть услышано. Что вы думаете по поводу этого видео? Как вам такой эксперимент? Возможно, стоит как-нибудь его еще раз повторить. Уже с другими как раз таки обзорами. Возможно, обзорами на фильмы. Или другими моими видео. Которые, например, я считаю самыми лучшими. Какие-то из видео мне вообще абсолютно не нравятся. Поэтому там уж, как говорится, посмотрим. Однако, я надеюсь, что этот небольшой эксперимент вам понравился. И, конечно же, я жду ваших видео в комментариях внизу. Потому что комментарии для вас всегда открыты. И грех не воспользоваться такой замечательной возможностью. Оставить для меня парочку прекрасных строк. Тем более, мне очень интересно узнать, какое видео на канале вы у меня считаете своим самым любимым. И, конечно же, с вами был я, Эндоней Лайк. Главное, помните, остаться серыми себе, зачем всех в ваших начинаниях. Я вас очень сильно люблю. Скучаю, по-моему, каждый день. И надеюсь, что мои видео принесут в вашу жизнь исключительно положительные эмоции. Вы также можете подписаться на меня во всех доступных или недоступных соцсетях. И тем самым поддержать. Я буду рад вас там увидеть. Тем более, столько замечательного контента я делаю там. Поэтому наслаждайтесь. Все, как говорится, ради вас и вашего удовольствия. Естественно, что наш мерч Are You Lost The Girl? И умеешь думать, подумать, доступно для вас по ссылкам в описании внизу под каждое видео. Потом обязательно подобрите себе что-то в подарок или кому-то из своих родных или близких. Я желаю вам всего самого-самого прекрасного, потому что вы этого заслуживаете, как никто другой. А я вам брать не буду. И, конечно же, хочу вас очень крепко обнять. Идите сюда. Муа, и муа, и муа, и муа, и муа, и муа, и муа. И в щечку. И во вторую. А, как прекрасно, как хорошо. Надеюсь, что вы живете свою самую лучшую жизнь. И у вас все действительно потрясающе. А мы увидимся в следующем видео скоро на этом же самом месте уже в новом видео. Потому что, ух... Хи-хи-хи. Да. Мне нечего сказать, потому что я пребываю в полном ахуе. А вот почему, в следующем видео вы узнаете. Поэтому, пока.